Слушайте, эти кремлёвские дедушки, вот я с них угораю просто, они почему-то уверены, что как обычно все их переиграли, вот со вчерашнего дня по всем соцсетям катается информация о том, что Надеждина, скорее всего, всё-таки не допустят до регистрации для участия в выборах в качестве кандидатов. И сидят, наверное, думают, как они всех сделали, господи, да снимайте вы ради бога. Неужели вы так и не поняли, что происходит? Концепция изменилась на этих выборах. Люди не собираются голосовать по привычному для вас принципу Иванова, Петрова, Сидорова, не важно, нет. Два кандидата на этих выборах всего будет Владимир Путин и кандидат против Владимира Путина, причём второй кандидат взаимозаменяемый. Вчера его фамилия была Дунцова, сегодня Надеждин, завтра какой-нибудь Дованков, их всего только два будет. Вот как будет проходить эта избирательная кампания, всех-то ведь не снимете. Не понимают они, ну стали уже на пенсию, потому что пора. Начинаем! Всегда, кстати, говорил, что самый большой вред Владимиру Владимировичу наносят не оппозиционеры, нет, не НАТО и даже не Байден с загнивающим Евросоюзом и прочими кругом врагами. Как по мне, больше всех великому курмчему вредят его же верные вассалы. Я серьёзно сейчас, ну вот дабы не быть голословным, вы пробовали в последнее время телевизор включать. О чём там брешут пропагандисты? А я напомню просто ещё раз, что в России в данный момент ведётся кампания по выборам президента. Это период, когда любое неосторожно сказанное слово может привести к совершенно непредсказуемым результатам, к непринятию, а к неприятию в обществе, к удару по рейтингу главного кандидата. В конце концов, вот только пропагандистам, похоже, забыли сообщить о тех выборах, ну или им просто плевать. Сами смотрите и слушайте. Значит, будет ли третья мировая? Я считаю, что третья мировая будет обязательно. Здесь есть плохая новость и хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что она будет обязательно и будет при нашей жизни, если завтра, не дай бог, кирпич на голову не упадёт. Ну, то есть в какой-то краткосрочной перспективе. Вот сами разговоры о применении ядерного оружия, ряд экспертов так утверждает, что, собственно говоря, они несут за собой только негативные последствия, и от этого нам будет только что, разве что, хуже. Ну, куда уж хуже-то, собственно говоря. Нормальная предвыборная кампания? Нет, пугают людей третьей мировой. Применением ядерного оружия сами же при этом оговариваются, ну, хуже-то всё равно некуда, браво, танцующим. О чём я? Мы в дерьме, мы в дерьме. Впрочем, в том, что показал выше, хоть какую-то логику можно отыскать с натяжкой, конечно, но можно, типа, враг не дремлет. К нам сюда в любой секунд половцы с печенегами могут нагрянуть с целью захвата российских скрепных деревянных сортиров, например. А вот с этим что делать? Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. Объясните мне тупому, что у этих господ в головах ещё раз для тех, кто на бронепоезде. Идёт президентская предвыборная кампания «Время», когда политики бьются за голоса избирателей, когда важен голос каждого и Владимир Путин. В данной ситуации не исключение, тем более, что ВВП взвалил на себя очень тяжёлый груз. Собирается продемонстрировать миру, будь то его по-прежнему поддерживает абсолютное большинство россиян. А что в это время делает команда Великого Кормчева? Правильно, гадит. Дела обстоят из рук вон плохо, а будут ещё хуже. Возможно, большая война тех же, кто уцелеет, сгнаем в лагерях. В общем, голосуйте за нашего кандидата. Обалдеть. Они там совсем с ума сошли, а? Реальная журналистика. Что происходит? Тема сегодняшнего выпуска. Поехали. Ну да, а потом ещё удивляются очередям из людей по всей стране, желающих поставить подпись в поддержку Надеждына, например, или кого-то другого сидят, гадают. Кто этих людей туда согнал? Уж не про скелета. Сами знаете, кого? Да вы это делаете, господа пропагандисты. Только вы и больше никто. Хамство ваше тому виной, от которого все устали. Негатив бесконечный, что льётся с экранов телевизоров. Угрозы постоянные, законы пугающие и репрессивные. Ну и соответствующая риторика туда же. Любой тот, который с этого момента попытается нанести ущерб своей родине, своей стране и гражданам Российской Федерации, лишится всего и подохнет там за пределами нашей страны, как последняя собака. Фу. Вот это сейчас было про так называемых релакантов. Слово-то какое противное. Хотя изначально ничего такого под ним не подразумевалось. Сформировано из двух понятий. Ре и локация. То есть человек, который сменил локацию. Переехал по нашему, пусть даже за границу. Законами России это, между прочим, не возбраняется. Да и не все уехавшие критично оттуда высказываются. Тем более о стране. Ну и посмотрите, какой негативный окрас данному термину предать умудрились релакант в нынешних реалиях. В головах огромного количества россиян. Это практически синоним предателя, врага. И это уже раскололо общество. Причем настолько, что даже вредит государству. Не я придумал. Умные люди говорят, послушайте их хотя бы. Я опасность вижу в разъединении страны. В том, что свои против чужих, а и те, и другие, это Россия. В этом я, конечно, вижу опасность. Я вообще большую опасность. И главное препятствие для нашего движения к сколькому приемному будущему. Потому что мы сейчас разделенная внутри себя страна. В принципе, логично. А самое смешное, ребята не спешат останавливаться на достигнутом. Они продолжают следовать тем же путем. Вот прямо сейчас в Госдуме лежит законопроект о конфискации имущества за критику властей. По сути, за критику. Если под определенным углом документ рассматривать. Сказать, впрочем, хотел не об этом. Знаете, что меня в этом документе пугает? По нему, по крайней мере, в том виде, в котором он есть сейчас. Имущество предлагается отнимать не только у правонарушителей. Но и у других лиц, не являющихся подозреваемыми. У родных и близких надо понимать. То есть, под раздачу смогут попасть невиновные люди. К чему это, в конце концов, приведет? Как вы думаете, именно? Да к тому, что россияне снова испугаются, как когда-то. И опять побегут из страны пачками. Людей вынудят это сделать еще раз. Невиновных привлекать собрались. Потому что, разумеется, обязательно найдутся какие-нибудь довлатовые. Что за вещат? Пусть без обратного билета летят. Нам они и здесь не нужны. Вот только сразу хочется задать вопрос таким довлатовым. Прости, тетенька. А экономику страны ты будешь поднимать после того, как пропагандисты всех расшугают на ровном месте? Может быть, ты являешься автором каких-то научных открытий, способных дать толчок развитию России в условиях санкций? Или, возможно, ты самолет способен сконструировать, что тоже важно в сегодняшней ситуации? Ой, а может ты знаешь, как приумножить золотовалютные резервы в текущей парадигме? Нет. Тогда чего вякаешь? Пусть без обратного билета летят. Нам они и здесь не нужны. Чем предпочитают заниматься российские артисты от безделья? Мы уже видели. Без трусов по клубам шарятся, с жиру бесятся. А потом, ой, простите, извините, не в ту дверь зашел. Хотелось бы, чтобы генеральная прокуратура в случаях, когда кто-то двери не ту открыл, реагировала более жестко. Знаете, человек вообще так устроен, что он не может долго пребывать в стрессе. Для нормального человека это состояние в принципе чуждо. Вот только почему пропагандисты? Он его никак не поймут, я в толк не возьму. Четвертый год ведь пошел. Вот как началось с модной болезни в 20-м, так и просвета не видно. Нет, существуют, конечно, психически неуравновешенные персонажи, которые, возможно, от мерзости даже удовольствие получают. Страх Симмерман! Даст из твоей ценности член? Отрасти себе усики, тварь нацистская. Перестань притворяться сумасшедшим. Но для большинства людей, повторюсь, депрессивное состояние разрушительно. В какой-то момент нормальный человек устает от грязи, ему хочется нормальности. Поэтому, скорее всего, мы сегодня и наблюдаем вот такой вот предвыборный феномен. Люди готовы были поддержать кого угодно, никому неизвестную Думцову. Сняли Думцову, бог с ним. Пойдем подписываться за такого же никому неизвестного Надеждина. Смотрите, я уже чувствую себя не человеком по имени Борис Борисович. Я себя чувствую функцией, в каком-то смысле символом. Так случилось, что я стал символом протеста, я стал символом сопротивления. Вот я сейчас работаю символом. Можно забыть про мою какую-то личную биографию, это неважно. Весь мир, в смысле россияне во всем мире, и в России, и за рубежом, воспринимают меня как какую-то символическую фигуру и подписываются не потому, что там они лично меня там любят или восхищаются моими талантами, бурно упаси, они протест выражают. Точнее не скажешь символ, вот кем является данный кандидат. Я, кстати, уверен и повторюсь, если вдруг не допустят надежды на народ, переключатся на условного Дованкова, это ведь только пропагандисты в силу своего невежества и скудоумия никак не поймут, что ныне, а в нынешней президентской гонке дело совсем не в фамилиях. Сегодня есть только два кандидата. Кандидат за Владимира Путина и кандидат против Владимира Путина. И второй взаимозаменяем. Никакая массовка. Виде десятков Бабурин, их Богдановых, Баклановых, и еще фиг знает, кого Онова не изменит еще раз. Пропагандисты сослужили своему патрону слишком плохую службу, хотя почему в прошедшем времени, даже сейчас. Да ребят не доходит, что все, стоп, нужно тормознуться, хотя бы на время, люди, мне в моготу эту ядовитую хрень переваривают. Смотрите, как появился Казахстан. На самом деле сначала называлась Казакская СССР, да, в составе РСФСР. То есть вообще никаких казахов не было. Узбеков никогда не существовало до революции. Не было такого названия этнического. Взяли, создали из нескольких среднеазиатских народов узбеков. То же самое создавалось... Ну, кто такие азербайджанцы? Нет такой национальности азербайджанцы. Тормози, мать, твое! Блин, тормози! Есть такая хорошая русская пословица. Не надо на зеркало пенять, коль рожа крива. К чему я это? Хотите составить пофамильный список врагов режима? Тех, кто на самом деле шатает вашу лодку и скрепы? Включите вечером ящик. Они все там. Вот они причины. А Надежды или кто-то еще. Это всего лишь следствие. Ладно. Переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. Оно помогает продвижению видео. В соцсетях тоже ждув. Друзья, добавляйте. С темы предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok